Всем привет! Если ты смотришь второй выпуск, значит ты уже справился с первым. Молодец! В этом выпуске я покажу, как на Снеску установить игры от Sega, Dendy и других олдовых консолей. А если не смотрел первый выпуск, то что-то это сам. Ссылка в описании. Поехали! Я подготовился и скачал по нескольку игр для Nessa, Sega и Nintendo 64. Добавляем их в программу. Где скачивать игрухи и как их разархивировать, вы уже знаете. После того, как добавить игры, программа их даже распознает как игры для других консолей. Это для NES, Dendy, Sega и Nintendo 64. Теперь нужно скачать RetroArch. Ссылка на это дело в описании. Находим третий файл и скачиваем его. После чего переносим скачанный файл прямо в саму программу. Появляется окно с выбором эмуляторов для консолей. Можете почитать, какие для чего. Это, например, для SNES, RetroArch для NES, в нашем случае Dendy, Genesis для Sega. А вот это для Nintendo 64. Но я не брезгливый и установлю всё. А вдруг чё? Теперь нужно перевести консоль в специальный режим. Как это делать я показывал в прошлом видео. После подключения он автоматически начинает загрузку эмуляторов. Готово. Теперь нажимаем синхронизовать список игр. Чтобы загрузить наши новые игры. Всё, теперь можем подключать приставку к телевизору и проверять, что у нас получилось. А получилось у нас следующее. Вначале все те же самые игры. Переходим в свою папку. И видим, что здесь появились новые. Есть игры и от NES, и от Sega. Откроем одну из игр NES. Как видим, всё работает. Теперь проверим игру от Sega. Всё работает без нареканий. Никаких задержек, ни... Нету задержек ни в отклике от джойстика, ни... В картинке никаких тормозов. То есть играешь как в оригинальную Sega. Офигенно. А теперь кульминация. Откроется ли игра от Nintendo 64? Офигеть. Вот этого я не ожидал. Такая маленькая писюха может чётко и без тормозов воспроизводить такие 3D игры. Это круто. Может ещё PS4 потянет. Ещё хочу сказать, что в некоторых играх вас будет не устраивать управление. И его можно поменять. Для этого нужно нажать кнопку Select и Start одновременно. И появится меню. Здесь выбираем Settings. Input. И выбираем первый джойстик. Здесь видим буквы A, B. Это всё как на Sega'ском джойстике. Select, Start, вниз, вверх. C, Q, Z. Всё как на Sega'ском джойстике. Всё это при желании меняем и выходим из-за меню теми же самыми кнопками. Select и Start. Ну вот и всё. В следующем видео я расскажу как красиво оформить меню в интерфейсе самой консоли. Сеговские игры, чтобы в одной папке были, а Dendy в другой, чтобы не было каши. В общем, чтобы всё было по фэншую. Ссылка на следующую часть в описании. Если помогло видео, не скупись, поставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok